Как говорится, хлеб всему голова. Этот продукт по праву считается главным на столе. Изделия Щелкова хлеб ценятся за качество и за пределами городского округа. Продукция представлена на полках как небольших, так и сетевых магазинов муниципалитета, соседних городов, области и столицы. Одно из самых крупных предприятий округа. В прошлом Щелковский хлебокомбинат был создан в 1917 году. Сегодня Щелкова хлеб выпускает в сутки порядка 100 тонн продукции. Производство активно развивается. Здесь используется только качественное сырье и современное оборудование. Щелкова хлеб – пример того, как комбинат может держать марку на протяжении десятилетий. Так, в рамках съезда Союза пекарей страны на предприятии состоялась экскурсия. О работе хлебозавода делегатом рассказал его генеральный директор Игорь Ларин. Регулярно встречаемся, обмениваемся его опытом. Каждое производство, оно по-своему единственное в своем роде. Возможности нашего предприятия огромные. Мы можем выпускать в сутки более 200 тонн хлеба. Сегодня мы выпускаем около статум. Ну, такой резерв или запас прощести дает нам возможность проявлять гибкость. То есть мы очень быстро реагируем на изменения рынка, на требования покупателей. Российский союз пекарей провел свой 15-й съезд. В его работе приняли участие делегаты из 54 регионов. Хлеб – рыночный продукт. Именно на это обратили внимание пекари. Вопросы цен на сырье, непростые условия работы в пандемию стали наиболее обсуждаемыми. Наши люди, пекари, они замечательные во всех регионах. Они делают замечательную работу круглосуточно в условиях пандемии. Мы вот возможности проведения нашего, так сказать, съезда, мы еще используем для того, чтобы ознакомить людей из разных уголков России с передовыми практиками. Посмотрели одно из передовых по общероссийским, а может быть даже по международным меркам предприятия. Еще одним важным событием съезда союза пекарей стали выборы в правлении организации. Так в его состав вошел Игорь Ларин. По завершении работы съезда были названы лучшие образцы хлебобулочных изделий. И щелково хлеб стал лучшим сразу в нескольких номинациях. Анна Балиет, Игорь Поляков, Щелковское телевидение. Продолжение следует...